МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Версия рассматриваемая поджог. Как это было? А также верни мне музыку, заманчивое предложение и майские канители. Когда погода сменит миров? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производственный потенциал. Город с официальным визитом посетил заместитель премьер-министра Беларуси. Юрий Назаров ознакомился с работой сразу в трех предприятиях. В их числе Бобруйска-Громаш, Кожевенный комбинат и Белшина. Мария Бересневич знает больше подробностей. Первый в списке рабочего визита вице-премьера Беларуси – Бобруйска-Громаш. Экскурсию по сельхозпредприятию Юрию Назарову проводит генеральный директор. У руля промгиганта Надежды Лазаревич второй год, и компании уже есть чем гордиться. Мы превосли в прошлом году почти на 90% по Казахстану. У нас хорошие контракты, около 5 миллионов долларов. Планируем отгрузить в этом году на Казахстан. Там идут 145-я пресса, прицепы и косилки. В 19-м объемы производства сельхозтехники умножились здесь в два раза. Увеличился экспорт. Подросла и зарплата сотрудников. За апрель уже заветная тысяча. Границы закрыты. Переговоры с той же Африкой вовсю ведутся. Подтвердился заказ с Мадагаскаром. Увеличиваются поставки в Сербию. Производственный потенциал Бобруйска-Громаш представил вице-премьеру на выставке. Ему надо поворотное дыши. Раз. Второе. Надо, как ставил коробкин, белящее колесо, чтобы оно проходимое было. Он даже на хорошее белящее колесо сам и трактор выталкивает. Косилки и приз-подборщики грабли с лейблом сделаны в Бобруйске, популярны в Швеции, Финляндии и Эстонии. Портфель заказов впечатляет. Мы 2020 год видим, в принципе, выполнение всех комплексных показателей, которые нам доведены Министерством промышленности, а также областью. Видим выполнение и в части экспорта, несмотря на пандемию в 2020 году. Также мы видим, что мы выполним показатели по заработной плате и по объему производства техники. Вот они три завода базовых. И здесь вышли. Да, вы три. А где механические? Механические заводы еще есть. Ну и там блоки вспомогательных всех производств, клады и так далее. Еще одна цель визита Юрия Назарова в Бобруйск – посещение Белшины. Генеральный директор Андрей Бунаков докладывает вице-премьеру, как видит развитие градообразующего предприятия. Принята программа на 2020-2023 год по новым моделям шин. Вот должны поставить в этом году 29 моделей. Крупнейший производитель страны сегодня изготавливает более 300 типоразмеров шин для грузовых и строительно-дорожных машин, автобусов, тракторов и большегрузов. Основные потребители – Амкадор, МТЗ, КАМАЗ, ГУМСЕЛЬМАШ. Эту гигантскую шину выпускают за 22 часа. Ольвина сейчас времени уходит на вулканизацию. Эти колеса выпускают специально для БелАЗа. Материал для мебели, одежды, галантереи. Вице-премьеру представили мощности кожевиного комбината. География поставок – десятки стран. Особый спрос здесь на так называемые полуфабрикаты и готовые изделия. По цехам завода Юрий Назаров прошелся вместе с главой Беллигпрома. Несмотря на непростые условия, которые создал COVID-19, предприятия города и дальше продолжают работать над поставками бобруйских брендов. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. 11 415 белорусов выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано почти 32,5 тысячи случаев заражения. По данным Минздрава, проведено свыше 387,5 тысяч тестов. Это 11,5 тысяч каждые сутки. Неравнодушные горожане по всей стране объединились и сшили для врачей 9 тысяч защитных комбинезонов. Тем временем столичные больницы постепенно возвращаются к нормальной работе. Койки переоборудуют для плановых пациентов. Пандемия ударила по мировому рынку труда. Два миллиона британцев сидят без работы. В США ждут вторую Великую депрессию. В Беларуси рабочие места удалось сохранить. Ситуация изменилась лишь незначительно, отметили в Управлении по труду и занятости горысполкома. В Бобруйске готовы взять на работу 1120 специалистов. Для каждого соискателя сразу 2-3 предложения. Заработная плата тоже от минимальной 375 рублей до по рабочим специальностям 800 рублей. Это машинист бульдозера, электрогазосварщик требуется, токарь. Обновленный список свободных вакансий опубликуют 22 мая. Электронная ярмарка пройдет на онлайн-ресурсе e-vacansi.by. Там же можно оставить резюме. На сегодняшний день у нас одно предприятие планирует участвовать. Это ЗАО «Пингдриф». Но приглашение разосвано еще более 5-7 предприятий. На электронной площадке у нас зарегистрировано 10 предприятий. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Низкие ставки, деньги за билеты и до свидания школа. Вручение аттестатов пройдет в торжественной обстановке. А выпускные рекомендовано не проводить. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Комиссия Центра избиркома зарегистрировала 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов президента Беларуси. Заявки подали 55 человек. Теперь претендентам на главный пост предстоит собрать подписи. За каждого должны поручиться минимум 100 тысяч граждан. Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 8%. Также уменьшилась рента по кредитам и депозитам овернайт до 9,7% соответственно. Решение приняли еще на прошлой неделе. Выпускные вечера отменяются. Тем не менее, Минобразование рекомендует вручать аттестаты в торжественной обстановке. Школьники получат документы 10 и 11 июня. В Белавиа рассказали, как вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы. Сперва клиентам надо отправить заявление на электронную почту компании. Указать требования. Специалисты обработают заявку. Авиапереводчик просит не дублировать обращение. Суммы переводят по очереди. Все деньги вернут до конца года. Чемпионат мира по хоккею в Латвии и Беларуси могут перенести. Международная федерация обеспокоена текущей эпидситуацией в мире. Финал первенства должен был пройти в Минске 23 мая в следующем году. Запрет на посещение лесов снят по всей стране. Дожди идут несколько дней. Осадки значительно улучшили обстановку, пояснили в Минляскозе. На Гоголе сгорел дом. Внутри, по заверениям очевидцев, не осталось и живого места. Когда хозяин заметил возгорание, выбежал на улицу. Позвонил в 112. Тем временем огонь перекидывался из комнаты в комнату. Дверные стекла лопнули, стены почернели. Диван, судя по этим снимкам, уже не спасти. Плитка на печке покрылась гарью. Спасатели залили пламя водой. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Точную причину пока устанавливают, однако версия рассматриваемая поджог. Музыка нас связала. В школе искусств имени Оловникова стартовала вступительная кампания. Документы принимают до 28 мая. Вокал, струнные, клавишные, духовые и ударные. Детей обучают по пяти направлениям в течение пяти или семи лет. Родители должны прийти в школу к нам, написать заявление. Бланк заявления есть в школе. И принести копию свидетельства о рождении. Когда ребенок приходит к нам на экзамен, конечно, мы прежде всего обращаем внимание на его внешний вид. Потом обязательно мы проверяем слух, память и ритм. Испытания проведут 28 и 29 мая. Если не удастся поступить с первого раза, можно записаться на подготовительные курсы и блеснуть в следующем году. В ювелирной мастерской «Золотник» по Карло Маркса 47 разработают и изготовят украшения из золота и серебра любой сложности. Мария Бересневич просмотрела каталог и заказала стильное кольцо. Ювелирная мастерская «Золотник» делает специальные предложения на июнь. Ажурные обручальные кольца подешевели до 50%. Заказы выполняются по желанию клиентов с эскизов и каталогов. Стоимость изделия зависит в основном от сложности модели, сколько камней и так далее. И от времени затрачено на его изготовление. Значит, каждое изделие у нас проходит апробацию и клеймение в Государственной пробирной инспекции Министерства финансов Республики Беларусь. Александр Дуброва уже четверть века работает над изготовлением ювелирных изделий. Проходил стажировку в Израиле, участвовал в выставках. Мы работаем по индивидуальному желанию клиента. То есть, что он хочет. Может, где-то что-то увидел. У кого-то увидел. Довольно часто бывает. Мне нравятся именно такие вещи. Я именно хочу такое. Нет проблем. Хит заказов – коллекция «Лета-2020». Украшения в европейском стиле. Картье, Болгари и не только. Александр Дуброва воплощает в жизнь любые идеи. Оговаривает их с клиентом до мельчайших деталей. На разработку модели вот такого кулона в стиле «Цветущий бамбук» у мастера ушло два дня. А на само изготовление – аж 12. Ювелиры готовы подарить вторую жизнь изделию в шкатулке. Отреставрируют даже бабушкино кольцо. А ремонт вернет украшению из золота или серебра – первозданный вид. Наша мастерская выполнит любой ремонт. По закрепке камней, под бриллиантами, с афирами, с изумрудами. Обычные синтетические камни. Заказать украшения можно в мастерской на Карла Маркса, 47. Двери для клиентов открыты со вторника по пятницу с 10 утра до 5 вечера. В субботу с 9 до 15 часов. Подробности по телефонам на экране. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Облачно с прояснениями, шквалистый ветер. Всю ночь в городе дождь лил, как из ведра. Днем все еще моросило, потеплело до 13 с плюсом. К вечеру солнечные лучи пробили густые тучи. Разогнался ветер. Порывы до 15 метров в секунду сбивали с ног. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианц. Пожалуй, впервые за неделю в окна горожан засветило солнце. Погода осталась обманчивой. Тепла не было ни днем, ни ближе к вечеру. Шторм небывалой силы обрушился на центральные районы Сербии. В Россию пришел дождь с градом. Некоторые льдины были размером с куриное яйцо. Затопило улицы, пострадали и посевы. Разрушены теплицы, несколько деревень осталось без электричества. В Израиле установилась изнуряющая жара. Спасатели борются с лесными пожарами. Огонь быстро распространился и угрожает жилым домам. Синоптики предупреждают, аномальные температуры могут продержаться до конца недели. На завтра в Бобруйске снова обещают дожди, ночные заморозки. С утра еще будет солнце. После обеда сплошная облачность не распогодится даже к вечеру. Ситуацию сложнит порывистый ветер. В темное время столбик термометра не поднимется выше 3-5. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов. Кристина Рьянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok